Добрый вечер на канале Колывань ТВ новости студии Яна Зенченко. Чем живешь земля Колыванская? На этой неделе состоялось ежегодное собрание представителей трудовых коллективов района. Итоги прошедшего года, перспективы на будущее, главные вопросы повестки народного совещания. Главное собрание года традиционно началось с доклада главы района. По общим экономическим показателям прошедший год для нашего района был неплохим. В каждой сфере деятельности есть свои определенные достижения. Сельхоз-предсводители получили неплохой урожай. Колыванский район по итогам уборочной кампании впервые вошел в тройку лидеров области. Успешно развивается еще одно направление в сельском хозяйстве – мясное животноводство. Продолжена газификация района. На территории поселка введена в эксплуатацию еще одна газовая модульная котельная. Автопарк автотранспортного предприятия пополнится новыми автобусами, а ЦРБ – новым гигагностическим оборудованием. Ремонтируются дороги, строятся дома. На территории района успешно претворяются в жизнь областные и районные целевые программы. Перспективы развития у района есть. Есть, куда идти и к чему стремиться. Во-первых, мы продолжим работу в ушедшем году. Это и дорожная строительность, обновление автопарка, школьное окно. Большая работа, на мой взгляд, намечается в снижении дефицита мест в дошкольных учреждениях. Если касается сельского хозяйства, я думаю, что Черемшанский свинокомплекс выйдет на свою проектную мощность. Ну и большие серьезные задумки после утверждения на инвестиционном совете у губернатора Василия Сергеевича Юченко – это строительство второй очереди Кудряшевского свинокомплекса. В наш район сельскохозяйственный именно в развитии этой отрасли в масштабах всей области грядут большие перемены. Уже достигнуты неплохие результаты в полеводстве. Теперь весь упор будет сделан в сторону животноводства. В агропромышленном комплексе теперь, 11-й год, наверное, последний будет, с 12-го года финансирование программное. То есть у нас разработаны программы по направлениям развития агропромышленного комплекса. Есть приоритетные направления, говорю о них вам сейчас. Это развитие молочного и мясного скотоводства, то есть разведение крупнорогатого скота. Это особая категория, это особо востребованный продукт. Значит, объемы, мы хоть и на пятом месте вообще в Российской Федерации сегодня по объемам производства незначительные. Нас не устраивает, вообще как регион не устраивает. Поэтому очень внимательно посмотрите, я обращаюсь к руководителям сельхозорганизации. Это из-за сохранности маточного поголовеля, это из-за увеличения, это новые подходы, которые сформированы и депутатским корпусом, и с руководителями хозяйств, и членами совета при губернаторе. Думай о перспективе, но живи днем сегодняшним. Так можно охарактеризовать общий смысл всего собрания трудовых коллективов. Мероприятие не на показ, конструктивный диалог между властью и народом. Каждый получил ответ на свой вопрос. Для первых, это повод задуматься над будущим направлением в развитии района. Для вторых, подробная информация о том, что же сделано и что планируется. 2010 год стал уже историей. Подведены итоги, сделаны выводы, что удалось, а над чем еще надо работать. В марте 2010 прошли выборы в органы местного самоуправления. В октябре в законодательное собрание области. В четырех муниципальных образованиях произошла смена глав. Избран новый состав районного совета депутатов. Впервые выборы проходили по смешанной системе. Выдвигались кандидаты не только от округов, но и от партий. Большая половина избранного состава районного совета депутатов – новички. Но работа от этого не только не пострадала, выиграла. Главный принцип – преемственность, старые традиции и новые идеи. За прошлый год было проведено шесть сессий второго и две первого созывов, на которых принимались решения по самым главным вопросам, касающимся всех сфер деятельности – бюджет, программы модернизации ЖПХ, газификация, районные целевые программы и многое другое. В преддверии каждого заседания все вопросы проходили самый строгий разбор на постоянных действующих депутатских комиссиях. Год показал – мы сделали правильный выбор. Самый долгий путь начинается с первого шага. Успех дня сегодняшнего задел на будущее. И таких заделов в нашем районе произошло немало. В районе открылся обособленный отдел Росреестра. До этого дня на территории района был только пункт приема и выдачи документов, принадлежащий Ленинскому отделу. По спорным вопросам приходилось ездить в областной центр или ждать выездного дня приема. Теперь все вопросы можно решить на месте. Для населения, особенно сельского, это реальная экономия и денег, и времени. Здесь можно войти в базу центрального аппарата, центрального нашего офиса, Державина 28, и взять там сведения о ИГРП из Единого государственного реестра прав и, соответственно, выдать эту выписку здесь жителям, в том числе города Новосибирска, которые сюда могут обратиться. Ни в одном районе в обособленном такой ситуации нет. Открытие нового предприятия значимо для всей экономики района. Предприятие Трубовека – это новый современный комплекс по изготовлению труб низкого давления из полипропилена. Работа цеха полностью автоматизирована. Сырье не только экологически чистое, но еще и долговечное, и уже пользуется спросом среди своих покупателей. Годом перемены новых планов стал 2010-й для многих предприятий района, одним из которых стала МУП «Колыванское АТП». Две новых автобусы вышли на линию. Обновляется ремонтная база. Ставятся реальные задачи на перспективу. Возобновилось строительство автовокзала. Предприятие шагнуло на путь нового, планомерного развития. Большие перемены в дорожной отрасли. Свыше 3 миллионов рублей потрачено на капитальный ремонт дорожного покрытия в Колыване. На эти средства отсыпаны 4 улицы в микрорайоне Западный и самый проблемный участок на Кедровой. На самой протяженной трассе Колывань-Пехтовка-Пономаревка после весеннего паводка прошли восстановительные работы. Капитально отремонтирован самый проблемный ее участок. Свыше 2 километров трассы укладывали по самым современным технологиям. Дальние селы только на карте считаются дальними. И здесь кипит жизнь. Строятся новые мосты, прокладываются водопроводы. Дедовский способ, вода из колодца, скоро уйдет в прошлое. Первый этап строительства водонасосных станций завершен. Планы на перспективу прокладка водопровода по сельским улицам. В каждой сфере свои достижения. В районе открываются детские сады и дополнительные группы. В селе Воробьево более 30 ребятишек начали посещать детский сад. В новом уютном помещении есть место и для сна, и для игр, и для занятий. Идет ремонт еще одного детского дошкольного учреждения в Скале. В этом году и здесь отметят новоселье. Школы продолжаются пополняться современным оборудованием. Новые технологии приходят на помощь образовательному процессу. Компьютерные классы не новшество, норма. Но не только учиться стали по-новому, но и лечиться. Теперь узнать диагноз можно за считанные минуты, а за секунды результаты анализов. И все это благодаря новому современному медицинскому оборудованию в Колыванской центральной больнице. Рентген-установка и маммограф. А чтобы скорая помощь стала скорой, в наш район пришли три новых автомобиля скорой помощи. Не пустуют сельские клубы и дома культуры. Здесь работают клубы и кружки по интересам, традиционные праздники, концертные программы, задушевные встречи. Собирают полные зрительские залы. Развитию каждого села пристальное внимание. Задачи на перспективу, проблемы дня сегодняшнего не просто обсуждаются, решаются на сельских сходах. В рамках информационно-консультационных встреч главы района с жителями. Положительный результат от этих встреч огромен. Живое общение не заменит никакие бумажные документы. Сельскохозяйственная отрасль района – важнейшая составляющая всей его экономики. В нашем районе идет строительство свинокомплекса в селе Черемшанка, который рассчитан на 5000 голов. И самостройка и содержание поросят по абсолютно европейским стандартам. Животноводство должно стать одним из главных направлений, которое должно развиваться в районе. Очень большой комплекс, который планируется на 5000 свиней. Здесь, конечно, тоже очень большое производство, очень интересное производство. И производство, которое строится и развивается уже по тем стандартам, которые необходимы. Рекордных результатов в полеводстве добились сельхозпроизводители района. Впервые по итогам уборочной страды наш район в первой тройке. Работа колыванских аграриев оценена по заслугам. В правительстве области во время награждения передовиков наши земляки несколько раз поднимались на сцену. Комбайнеры, зерносушильщики, представители банковских структур и первые лица района. Награждается колыванский район. Глава района Альвия Илья Петрович, председатель Совета депутатов, Коверева Альвия Пухалова. Значительные перемены произошли и в жилищно-коммунальном хозяйстве районного поселка. Построена новая газово-модульная котельная. Заменены участки теплотрассы. Пристальное внимание за ходом строительства было не только со стороны района, но и областной власти. Губернатор области Василий Юрченко во время своего рабочего визита дал оценку нового объекта. Состояние дел в районе хорошее. Риски, которые были, авария в прошедшем отопительном сезоне, надеюсь, не повторится. Совместными усилиями областного правительства и муниципальной власти сделаны соответствующие выводы и к обложению серьезным. Вы видели сегодня объект, который уже на завершающей фазе. Сейчас котельная работает в режиме пусконаладки. Но результат усилий очевиден. Тепло пришло в дома, в школу, детские сады и дом культуры. Полномочный представитель президента по Сибирскому федеральному округу Виктор Толоконский во время своего рабочего визита убедился в этом лично. Было принято решение, чтобы здесь построить новую, притом газовую, современную котельную. Вот котельная построена. Сейчас проходит пусконаладка. Уже подключен газ. Уже другие параметры у потребителей. Я благодарен коммунальным службам и области, и района. Делали мы это, кстати, по новой программе через фонд развития жилищно-коммунального хозяйства области. Около 40 миллионов рублей было вложено и в строительство новой котельной, и в замену теплотрасс. Юбилей победы в Великой Отечественной войне – одно из самых знаковых событий прошедшего года. В преддверии праздника в районе приводились в порядок и открывались новые памятники воинам, героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 9 мая, как и в Победном 45-м, только теперь уже ставшие седыми, ветераны Великой Отечественной, позабыв про свои болезни, шли по улицам Колывани, гордо подняв головы. Им, познавшим ужасы войны, есть чем гордиться. Солдаты Победы всегда в строю. Но не только праздничными мероприятиями отмечен Великий юбилей. Реальными делами 22 ветерана Великой Отечественной войны получили новые квартиры. Оказана материальная помощь на ремонт домов ветеранам и вдовам. В 2010 указом президента объявлен годом учителя. Выпускники школы района порадовали своих педагогов отличными результатами. Добрая традиция честования медалистов у главы района с каждым годом становится все более золотой. Шесть медалистов, четыре золота и два серебра. Поистине золотое будущее нашего района. 2010 год ушел в историю со всеми победами и недочетами. Новая страничка в жизни всего района и каждого из нас уже начата. Какое она будет, покажет время. И это зависит только от каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова